Электросамокаты. Уже несколько лет вокруг них не угасают споры. По сути, раньше пользователи этого транспорта приравнивались к пешеходам. Совсем недавно появилась ясность. С 1 марта этого года в ПДД внесли изменения, которые регулируют использование средств индивидуальной мобильности. К ним относятся электросамокаты, гироскудры, сегвеи и не только. Приравнивание СИМ к транспортным средствам означает, что все пункты правил дорожного движения, в которых используется термин «транспортное средство», относятся и к СИМ. Например, пункт 2.7 запрещает управлять транспортным средством в состоянии опьянения или передавать управление лицу, находящимся в состоянии опьянения. Это требование относится и к СИМ. При этом электросамокаты не подлежат госрегистрации, не требуют водительское удостоверение. Новые правила подразумевают, что дети до 14 лет могут ездить на самокате по тротуарам и велодорожкам. Граждане до 7 лет только в сопровождении родителей. А вот с 18 лет человек может передвигаться на электросамокате по обочинам, а также по краю проезжей части, если отсутствует тротуар или велодорожка. Самое главное – скорость самоката не должна превышать 25 км в час. За соблюдением новых правил будут следить сотрудники патрульных служб. Если мы затрагиваем темы электросамокатов, и в частности те, которые мы сдаем в прокат, то на программном уровне в самокате уже заложены эти ограничения. Уже давно на самом деле это заложено, потому что европейская практика этих самокатов и владения электротранспортом, она показала какие-то правила. Мы сейчас на фоне того, что слишком много стало этих средств передвижения, решили как-то тоже стандартизировать. И в принципе на программном уровне это все зашито. Ну, самокат быстрее, в принципе, чем положено. Максимальный 21 у него. То есть есть 17. Его можно как-то там разлочить, перепрошить, ну, в сторону того, чтобы он наоборот ехал быстрее. Но, грубо говоря, мы этим не занимаемся, так что, ну, лично у нас проблем с этим не возникает. Но даже 25 км в час достаточно большая скорость, особенно если рядом гуляют мамы с колясками или дети. В этом плане интересен опыт парка «Изумрудный». В прошлом году мы были вынуждены сдать специальный приказ даже администрации парка об ограничении скорости передвижения именно на электросамокатах. До 5 км в час. Когда мы довели этот приказ до фирм, которые сдают прокат, одна из них отреагировала и искусственно, программными методами снизила скорость. Он заезжает сюда и буквально через несколько секунд самокат тормозит и, соответственно, интереса здесь гонять уже нет. Можно на территории города целые зоны сделать с ограничением скорости. Станут ли дороги безопаснее и комфортнее с новыми правилами, покажет новый сезон. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.